Девушки отдыхают... Какая война! Чем больше набьём, на дольше запомня! А ну, Смоленские, дадим шару! Эх, доложим Гитлеру, что русские пришли! Ох, это работа! У меня в голове аж хмелем гудит! В 1945 году, значит, самый запоминающийся момент был у меня, это водружение знамени на Рейхстаге. И перед годовщиной определённой вдруг появились статьи о том, что вообще водрузили и вообще не Егоров и Контари, а какие-то другие совсем люди. А это вот туфта. Ну вот, а дело всё в том, что Рейхстаг атаковали с трёх сторон. И возможно, что роты, которые атаковали с других флангов Рейхстаг, что там тоже были в своих ротах свои флажки, свои флаги, может быть, были, может быть, но это не официальные. Это каждая вот рота считала своим долгом, что пробежали они по Рейхстагу 50-60 метров. Победа! Опять ставят флажок. Пробежали ещё дальше, на второй этаж достали. Опять флаг. Ну, это были не то. Дело в том, что во время штурма Рейхстага военный совет фронта семь знамён установил как будущее знамя победы и раздал полкам, которые должны были атаковать Рейхстаг. И вот полк Зинченко получил знамя номер пять. И вот это знамя как раз и было вынуждено на Рейхстаге. Смотрите внимательней. Вот это и есть знамя победы. Да-да, то самое знамя, которое с купола разбитого и обожжённого Рейхстага оповестила весь мир о том, что над поверженным фашизмом опять в мире торжествует жизнь и справедливость, любовь и песня. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Ни раз не другие наши вторгались на землю нашу, но не было ещё такой силы, которая могла бы пересилить силу любви нашего народа к своей земле. И слова Александра Невского «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» были клятвой нашей любви и предупреждением. В толковом словаре Владимира Ивановича Даля сказано «Знамя, знаменье, знак – это хорубль, полотнище на древке, жалуемое частям войск для почёта и как сборный знак во время боя. Знамёна защитников русской земли – это история мужества России, её живая слава». Древняя Псковская земля. Здесь исканье рука пахаря одинаково искусно владела мечом и оралом. И отсюда суждено было начать путь воинам, водрузившим на Рейхстаге знамя победы. Здесь с глубинными силами народа в третий раз после тяжких потерь возрождалась 150-я дивизия. Посёлок Идрица. Здесь 150-я дивизия прорвала немецкую оборону и в честь этой своей заслуги получила почётное наименование Идрицкой. Отсюда она двинулась на запад. КОНЕЦ 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 Маршал Жуков ввел наступление Первого Белорусского фронта на Берлине И вот он, как паук, исхлестанный осколками, черный от порохового дыма, купол Рейхстага Бой за Рейхстаг громит весь день, бой за Рейхстаг пылает всю ночь Первого мая восходящее солнце осветило красное знамя победы Второго мая была сделана фотография, которую знает весь мир Я вернулся обратно и брожу вокруг Рейхстага в поисках сюжета И вдруг я вижу солдат, окопник, вот только, я должен сказать, это было часа четыре вечера И бои, ну, часа два назад закончились только что, вот только что закончились бои И я увидел солдата, который шел к Рейхстагу И вот каждый солдат после боя всяческими правдами и неправдами Старался отпроситься, чтобы посмотреть на этот чертов Рейхстаг И вот один из этих солдат, я его увидел В обтрепанных обмотках, запыленных ботинках И сейчас шинель у него измятая, потому что он только что из окопов Я решил его снять со спины Он как бы олицетворял весь наш советский народ, одетый в солдатскую шинель А знамя победы уже ждали в Москве Но прежде чем расстаться с ним На красном полотнище сделали надпись 150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени Идритская дивизия, 79-й стрелковый корпус Так это знамя стало великой реликвией Оно принадлежит истории Как гордость народа Как память народа О всех 20 миллионах лучших сыновей и дочерей Погибших ради жизни на земле, ради мира Вечная слава героям От жары от злого злого я Гимнастерки на плечах обыгорали Свое знамя боевое От врагов солдаты сердцем заслоняли Они в жизни исчезлили Защищая отчий край, страну родную Подолели, победили Всех врагов, бояв за Родину святкую Солнце вскрыло за горою Затуманились речные перекаты По дорогою степною Жились войны на войс, советские солдаты Есть старинное русское слово «сподвижник» Это тот, кто совершает трудное дело не ради себя, а ради других Вот таких людей, фотокорреспондента Анатолия Морозова И бойцов 150-й стрелковой Идритской дивизии И свела фронтовая судьба Они стали участниками подвига своего народа И всю жизнь несут в душе его отзывы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok